Субтитры сделал DimaTorzok Ему очень хорошо, судя по его движениям Я бы даже сказал, слишком хорошо Мусора проклятый сука, вы видели, что он делает? Он издевался над моим обездвиженным телом Чего вы фотографируете его? Мы снимаем реалити-шоу про медиков! Из Мексики! Гектор, Гектор Что? Ну, я, конечно, все это очень одобряю Но мне кажется, что через пару минут он совсем откидывается Сейчас потери Сейчас я попробую его поднять Успокойтесь Марсель, я не знаю, почему не доступно, я проверю Спасибо большое за 20 рублей О боже, я не хочу Как дела с Сигней? Процесс Будьте аккуратно напасен Чёртов мент, это иди Что с ним случилось-то? Надеюсь, он и даст по газам Так Не могу ходить Не могу ходить Отойдите, пожалуйста, господа медики Вы в порядке? Я? Оу! Чёрт! Ау! Что с ним Что с ним Немножко зацепить Так, мистер, я Эм, вынужден реквизировать ваше транспортное средство Для нужд полиции Вы пытаетесь ввести О! Это он! Шериф! Я о нём и говорил Сэр, не советую вам драться со мной Боже мой Я прошу Ах ты сука Оу! Что за встреча? Чёрт подери Это как раз не тот мусор Как тебе и надо, сука Женщина, стойте пока Постойте, женщина Так и надо этому мусору Отвали от полицейского, урвразь Гнида хреново Товарищ капитан? Товарищ капитан, в порядке? Товарищ пидорас Товарищ пидор Коните мне пенеприна Товарищ пидорас Сейчас я вам помогу Сейчас я вам помогу Мусор, ёбаный Мусорила, блядь Боже мой Антонио, гектор Стиви, привет Это тот человек, о котором я говорил вам Да, мы поняли За него я и не мог выходить по-моему Мы тебя тоже искали Поднимайтесь Чтобы предупредить тебя кое о чём Так, так Так Что тут за водителя Но эта тачка была с уроком Тебе не учили правилам дорожного движения Шериф, а кто заплатит за поездку? Стиви, лучше не привлекай внимание Пожалуйста, мы создаём заход Кого? Я тебе всё объясню Эй, лысый, ты куда собрался? А? Обалденные кадры для нашего реалити-шоу Так делай Точно Оскар поучим Мне кажется, он под веществами Он бегает от безысходности Отлично Стой на месте Стой на месте Стой на месте Так, вы узнаёте этого человека? Да, 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 это он не заплатил Какие обалденные кадры Таксиста Лысый, ты узнаёшь таксиста? Я не ведь смотрел на него Я помню, что мой таксист Точно не был татуированный У вас есть видеорегистратор? Конечно Всё, всё записано Давайте посмотрим запись Это татухи? Нет, это рукава из бургерной Останьте его из машины Они у меня в багажнике записи Сейчас, секунду покажу Прям посмотри Ну да, всё понятно Он ведь вылезет Не могу Я случайно не могу вылезти Вытащите меня отсюда Опа За мной проследуйте Мне тоже, шеф? Вашу мусоргскую тачку Нет, вы можете подъехать в полицейский участок на своей машине Хорошо, хорошо, хорошо А ты лысый за мной Стиви, не советую тебе ехать в полицейский участок Что происходит? Я кое-что сделал очень плохое, Стиви Я... Стиви, может быть отойдём немножко? Да, думаю надо отъехать Подожди, может быть ему ещё помощь Может товарищ капитану ещё помощь нужна? Или они всё... Они выезжают вроде как Мне честно говоря вся эта ситуация мягко говоря напрягает Вы можете хоть вкратце мне объяснить, что происходит? Сейчас всё объяснит тебе сам Гектор, кстати говоря Пойдём Чё я-то? Давайте на вашей машине что-нибудь проедемся тогда Обратно в город Ну давайте А вы тут вообще были какими судьбами? Аааа... Нас вызвали Гектор! Что? Да поехали на его машине, там поговорим Куда поехали? У нас здесь скорая Да бокс этой скорой отгонят Ты что отгонит? Ты куда хочешь ехать? Обстанут в гараже появляется Давайте вы мне для начала расскажите, что происходит И мы уже решим куда едем и тому Я сейчас в любом случае поеду в полицейский участок, потому что... Ой, не советую, не советую А что? Почему? Куда? Как? Объясняйся, как хочешь Ой, напряжённая ситуация, я закурю тогда В общем, ситуация такая Стиви, только без обид Я случайно обвинил тебя, Стиви, в том, что ты хранишь наркотики Это действительно было случайно Ну как можно случайно обвинить? Перед кем? Это Гектор! Да, на самом деле перед этим шефом, который здесь ходил Так что, если ты сейчас приедешь в полицейский участок, он может вспомнить мои показания И... будет не очень хорошо В общем, вся ситуация была такая, что... Он потребовал от меня Дать показания против того, кто предлагал мне продать... купить наркотики, точнее И... я по ошибке... спутал тебя с другим таксистом с Тиви, извини Господи, что за прет? А знаешь тебе, что самое смешное? Тот таксист был чернокожий Я даже знаю этого таксиста, и я думаю, мы эту проблему можем решить Если вы вправду на моей стороне, то мы можем замять это всё Потому что шеф меня помнит Ты знаешь имя этого таксиста? Имя не знаю... Я пересекался с ним возле таксопарка И когда его шеф вместе как раз таки с вот этим вот лысым негодяем, который не заплатил мне Он их вез в участок В красной такой повточке, да? Да, он отпускает всех Потому что буквально час назад он шериф на вертолете вместе с вторым таксистом и этим лысым Ехал в участок, в итоге спустя час у нас повторяются какие-то проблемы из-за них Что-то очень странный шеф Полиция Мне он не нравится уже Ну смотри, суть такова, что... Да, суть такова, что вместо того таксиста чернокожего указал все данные тебя И, по идее, тебя сейчас еще в полиции Я думаю... Что самое интересное Да, что меня удивило, когда я сюда приехал Рядом с тобой был тот самый капитан Хэнк, который, собственно, у нас и брал эти показания Понимаешь? То есть он тебя видел и почему-то не обратил внимание Видимо, он был так сильно занят таксистом Да, мне кажется, это мелочь Ну, я уверен, что все будет хорошо Мне сейчас, кстати... Да, если ты в действительности Мы... И, в принципе, я в любом случае заеду в участок, поговорю И я уверен, мы во всем разберемся Потому что меня знает шериф, он знает меня Я ему помог, он отчасти не должен Поэтому, думаю, никаких проблем из-за ваших ложных показаний не будет Мы почему боимся? Потому что у тебя все-таки такая внешность И мало ли ты действительно, как бы, да... Мы видели второго таксиста? У кого еще внешность не очень? Вот второй таксист прям вообще чисто... Нет, я имею в виду в плане наколок там Ну, ты не промышляешь, да, наркотиками всякими? Нет, нет, нет Ну, это хорошо, потому что... Да, мы объяснимся полицией Как-то принесется извинения капитану Хэнку за ложные показания Я думаю, мы как-то сможем разойтись Да, я думаю, вам не стоит волноваться, если это все... Просто, знаете, в один момент я подумал, тут просто какое-то кромешное Как бы тут сказать, уж простите, наебалово Я был, мягко говоря, напряжен, вот Но вроде бы сейчас подразобрался, надеюсь, все-таки вы на моей стороне И мы разберемся Боже, какой же напряженный день! Ну что, тогда в полицейский участок? Да, но я по пути завезу клиента Мне, кстати говоря, ваш коллега пишет, вот И, возможно, после займусь коллегой А мы, кстати, Дэна не видели сегодня еще Да Он не пишет смски, собственно Короче говоря, встретимся в участке, а там разберемся Давайте, встретимся в участке Окей Поехали тогда Я за руку Что за беспредел тут? Какая-то пробка образовалась странная Да Все нормально Это кто вообще? А может, Вы так, отодвините? Ну, это, Лил-Дики, иноми-сэээ Ты че, Дэнска, не узнаешь? У-у-у-у-у-у-у-у-у! Сега, прикидончик, Юсель, да как дела это было по приветствую чего то за товарами на месте сужали замаскировался и скажу да да че думал я за товаром так отказалась так там так это не особо уже похоже на миссия но то за словом такси трудно заработать ну да вот похож на то да я даже не знаю давай похож на кого он похож на то ли но я не знаю но полиции точно никак не я таких бомжать не видел кстати говоря частей отойдем пожалуйста стиве поэтому я не верю я просто сравнение провел с вами сравнение провел извини лил это шутка такая господи господи а а сори бро чё подери с вами был тебя не хотел бы господи я спокойно чем на это самое что такое че творишь в лице удастся еще так вот надо самовы верить правила того что если вы сочетались а вот албанец камни сзади испугался блядь в этом году партишка извиняя и пояснилось в группу для этого но давай я уеду вызовешь тогда посмотри на него это очень плохо антонио помоги потом камни за него решение удался и у того парня тоже а это то есть уже как он разговаривал это суть о чем сказал с тем не сравнил козел да и для этого шутка была решена бомжа похож не смешно извинили у нет ленты не похож на бомжа успокойся не трогай наши машины боже мой а ты больше не поздно так понял ты похож на очень серьезно успокойся лил я тебя прошу да ё-моё лил я тебя прошу успокойся уже не создавай себе лишние проблемы просто езжай лил пожалуйста уезжай отсюда черт подери гребаный город вы меня не видели гребаная америка ну да что там за стиви то блин надо поднимать его я принесу каталку может быть ему помощь нуждаю не знаю может ему в больницу надо как его там скрою течением меня тонн слегонько сажать его как себя придет чтоб так не это не делал больше и на месте а то я испугался давай давай лил ешье а чё вы уже вызвали нет нет еще никита огромное спасибо за 20 рублей приятного просмотра и спасибо за то есть боженька все расставит на свои места стив какой боженька ты понимаешь что это тот самый чувак на которого мы и должны были я не понимаю ориентировку подать я подкатил каталку давай перекладывай его ща подери откуда у тебя вообще пушка то взялась тупая курь я испугался думал что он вас собирается резать я не собирался у него стрелять просто угрызть просто на набил на него пистолет чтобы он ни в коем случае не зарезал он просто сейчас почему вы с ним решили пообщаться он развелся один раз и все вообще вызвали таксисты думали что ты приедешь а приехал он он сдавелся и мы что-то скинули с номерками вот там рассказывал про травку про свои граммы которые он хочет продать и т.д. и выдавали показания против него мы хоть он хотел гектор запутался он испугался когда на хэнка потому что ну ты понимаешь он занервничал потому что у нас тоже есть производство кое-чего но у нас в лечебных целях и собственно перепутал показания я готов заговорить свое вино и что тебе скажу стив это действительно он одет как черт у нас вызов у нас вызов срочно выезжаем выезжаем ты готов в состоянии я в любом случае я в любом случае в участок спасибо что золотали но давай там встретимся я это все оставлю хорошо мы после вызова едем участок тоже гребельный мент блять я считаю это было основание представителя порядка эта мразь еще городом управляет бедный лысый сэр я бы ему такого не простил ладно пройдемте в кабинет пускай валяется все равно никуда не убежит ты уверен сделаю пару кадров для сериала опа блин не погоди 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 дэн ломай его полностью если что я понял полностью вчера да рассказывайте что произошло фотка 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 ну я уже отчасти рассказал давайте послушаем братьев дэн что ты делаешь в своем уме подсекай рыбку нет товарищи вы там примите меры это кощинство так слушайте я конечно все понимаю но не ну кадры для реалити шоу обалденные дэн лови блять мы его упадёт кури тяну 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 все все хватит ой оу за что он неадекватен Он неадекватен. Успокоились все. Сядь, он разбушевался. Я присяду, что ли, не знаю. У меня нервный срыв. Сэр, я могу забрать себе, я дарю это, да, полиция. Спасибо. Очень любезно, с вашей стороны. Дай встать уже. Я тебя сразу предупреждаю, если ты встанешь и куда-нибудь побежишь, я тебе в этот раз уже просто пристрелю, стой на месте. Сними наручники, тогда я буду более... Ну вы поняли, господин полицейский, снимай наручники, я больше не буду хулиганить. Ху, не жди. Так, братья, рассказывайте, что произошло. Гектор? Так, в общем, ситуация была такая. Во-первых, когда я вам сказал, что этот молодой человек, Стиви, продает наркотики, я ошибся. Это был другой таксист. Как раз-таки чернокожий, который нас пырнул ножом, гребаный к... Спокойно, спокойно, Гектор. Его найдут. Мы знаем его имя, его имя Лил. Как там у него фамилия была, не напомнишь, Гектор? Я помню этого пидараса. В телефоне у меня записан как Лил Нигер. Он уже отмотал свое. Я думал, что камера ему чего-то научит. Мне кажется, у этого Нигера Лил не только храбрость, но вы понимаете. Мне кажется, как бы... Мы обязаны его найти. Просто обязаны. Прилагал им 50 килограмм травки. Когда мы последний раз его увидели, он ехал на плантацию. Когда мы последний раз его увидели, куда он направлялся. На плантацию краски. Гектор, расскажи полную историю, вот, конкретно, что произошло. Полицейские, у вас тут мусор. Я думал, что здесь уже и без полной истории. Он же не только тебя. Я знал этого Нигера. Он уже однажды побывал в моей камере. Я думал, что он хоть чему-то научился. Но, видимо, нет. Товарищ капитан. Полицейские, тут не единственный мусор. Посмотри на по... Товарищ капитан. Послушайте, пожалуйста. Стой, 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 стой. О, господи. Кретин. Хороший удар. ХОРОШИЙ УДАР. Все, я снова слушаю вас. Что еще вы хотели сказать? Товарищ капитан, смотрите. Тот самый Нигер. Он проезжал мимо нас. Вышел с нами поздороваться. И спросил, как я выгляжу. И Стив сказал, что он выглядит как бомж. И он нанес ему пару... Не-не-не. Это я сказал, что он выглядит как бомж. Это я сказал, что он выглядит как бомж. А Стив пытался меня защитить. А он достал нож. И он достал нож. Я испугался за вашу жизнь. Достал пистолет. Он сказал, что ты назвал его бомжом. То есть он, получается, перепутал. Да, он не за что перепутал. Он вообще все по жизни попутал. Достал нож. Не за что я и просто... Он на куриный, походу. Ну вот. Ну как бы мне кажется, это не оправдание. Конечно. Это не оправдание. Да? Да, он оставлял. Он оставлял нам телефончик. Он оставлял. Ха-ха-ха. Нигер, вообще нет мозгов. Так. Давайте сделаем так. Нам нужно... Нам нужно... Нам нужно не палиться. Нам нужно не палиться. Нам нужно подумать. Послушай, 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 товарищ капитан. Может быть, мы якобы захотим купить у него, ну, грамм так... Да даже килограмм, и мы встретимся... Купите килограмм травы, и я сейчас скажу вам, где забить... Чё. Окей. Гектор, ты устроишь или мне? Мне нужно посмотреть, как устроить здесь. Гектор. Кто будет договариваться, Гектор? Я написал ему сообщение. Жду ответа. Да подожди, что ты ему написал? Что я нашел деньги и готов купить траву. Что еще? Отлично. Вот это будет ночь. Сейчас товарищ капитан скажет нам. Я пока арбуз съем. Тем более у него только нож. С радостью. Что-то пока не отвечает он мне. Я думаю, нам нужно даже не медицинскую машину, нам нужно не приметную тачку, чтобы он не понял, что происходит. Я же говорю, ускорил помощь. Нет, тачка еще более неприметная. Например, такси. Пошли. Нужно открытое безлюдное место. Скажите, чтобы он был на нефтикачке. На севере. Нефтикачка. Окей. Слышали на музыке? Че? Че? На нефтикачку вызывать его надо. Он не ответил пустое сообщение. Наверное, сейчас напишет что-то. Либо скинг ее позицию. Медики, медики, садитесь в свою медицинскую машину и поезжайте уже на нефтикачку, ждите его там. Хорошо. А мне с вами, да? Принято. Вы вообще останьтесь, поднимите этого идиота Лысого. А, ну значит приедет сейчас с вами, да. Дэн пока что будет охранять Лысого. Так, вы вдвоем поезжайте, в общем, медики поезжайте на нефтикачку. Таксист ждет меня, а вы пойдемте поможете мне поднять этого дебилу. Написал ему, где ждать. Мы точно, мы точно договорились по месту? Ну, он дал добро или нет? Он сказал ок. Мы все поняли о какой нефтикачке. О какой нефтикачке все поняли, да? Она только одна здесь. Все хорошо. Он сел в куста. В смысле все в кустах? Мы его ждем как бы. Видишь, он в кустах. Он в кустах сидит, смотри. Я не вижу его. Он выходит, выходит, бежит, бежит, бежит. Бежит, бежит, бежит. Тихо, тихо, тихо. Будешь же говорить ты? Да, да, да. Давай. Да, действительно, переоделся опять. Напасный, черт возьми. Какой напасный. Опять переоделся. Эй, Лил, друг, как дела? Лил, дружище. Дружище, ты недавно бомжом называл. Это не я, это был не я, если что. Извини, пожалуйста. Ты, пожалуйста. Что бы вы знали заранее, что вы тут кипиш не разводили на Мессен. Я пол района потянул нахуй, пацаны. Так что, давайте без игрушек, блять. Вот эти вот ваши, поняли? Послушайте, ну, ты же знаешь нас. Мы все-таки кандидаты наук. Ну, мы не будем заниматься ерундой. Кандидаты наук, ага. Разговаривайте вообще не как кандидаты. Курочку такую я у Илюхи купить могли на Мессен, блин. Что же такое? Если ты выглядишь как кандидат, на деле может и не кандидат. Понимаете, нам сейчас для частной клиники необходимо Блин, какой красивый рассвет. Я фоточку для инстаграма сделаю. Ух ты, да, это красиво. Но, тебе не кажется, что это не сейчас нужно делать? Блин, нельзя такие рассеты пропускать. Из-за сколько? Окей. Сколько из-за сколько, Лил? Значит, работаем так. Узнаю вас в первый раз, даете бабки, я даю адрес. Там будет стоять машинка, там цепанете. Так, то есть мы сейчас, получается, должны дать бабла? Да, да эти бабки я вам кидаю через 15 минут точку. Там 15 килограмм, с вас получается 15 косарей басов. Блин. Руки за голову! Извини, Лил! Ну вот мы снова встретились. Ничего не изменилось. Кроме того, что у тебя капюшон... Друзья, щас был обрыв соединения. Ничего страшного, извиняйтесь. Садитесь на заднее сидение. Капитан, нам ехать в полицейский участок! А на каком основании вообще меня задержали? У вас что-то есть на ней или чё? Лил, тебе лучше вас самоусей. Ты пырнул меня ножом, гадёныш! Пусти его тоже. Ты же сказал, что ты ничего против не имеешь! Против того, что мы его нашёл! Ты действительно выглядишь как бомж, блин! Товарищ капитан, мой участок! Я тебя... Господи, мы это сделали! Боже, это-то было так напряжённо! Я просто в шоке! Я просто в шоке, чёрт подери! Зарезай! Блин, как же я рад! Как же я рад, обалдеть! Как же я рад, ОДА! 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 Это было обалденно! Это была, блин, целая миссия, спецоперация! Мы, мы гениально, гениально сработали! Только капитан как-то, блин, приехал! Прикинь, мы сейчас приедем! И Лил там всех поубивает, нахрен! Давай ехать быстрее тогда! Давай! Потому что мне кажется, что я жизнью поплачусь за такое отношение к нему! Что? Всё нормально! Ну чё, задержали! Да! Всё прошло! Очень круто! А вот, они приехали! Они приехали! Смотри! Ничтяк! И чё, сам один полицейский собрался что ли? Да, он очень красиво действовал сам! Это было, конечно, не очень профессионально, но он сработал, в принципе, нормально! Нормально! Пойдёт! На пятёрочку! Он упал лицом в песок сначала, но потом всё наладил! В смысле? Ну, он выпрыгнул с машины и пособирал лицом немножко песочка! Перед тем, как его задержать! Это выглядело неуклюже немножко для капитана! Но он справился! И вот, смотрите, его победный, победный трофей! Какая походка у капитана, посмотрите! Аплодисменты, капитан! Через что он сбежал? Как он мог сбежать? Дэн, я только прочёл смс-ку про стима, подъезжали! Поздравляю! Пожалуйста, в кабинет! Все в кабинет! Я сейчас подойду! Где кабинет? Тут много кабинетов! Я думал... Капитанский кабинет! Оооо! Хоть посидеть можно! Лил, проходите! Дэн, как он убежал? Дэн, как он убежал? Откуда знали, как меня зовут? Не помнишь, да, уже? Я так и знал, что вы крысы подпольные! Мне крысы подпольные! Ты сам виноват! Ты нахрена начал ножом размахивать! Это было последней каплей! Я порешаю нахрю! Порешаю вас! Это было последней каплей! Дэн! Так, ну что ж, рассказывайте, что было с поножовщиной и всем остальным. Давайте для начала выслушаем версию задержанного. Я ничего не буду рассказывать. Ну, тогда выслушаем одну сторону. Еще раз повторите, пожалуйста, свою историю. Ситуация была... Я вообще ничего не знаю, я не при делах. Если чего, адвоката ведите. Ситуация была простая. Я назвал этого молодого человека бомжом, потому что он выглядит реально как бомж. Он достал свой нож, начал махать. Стив из-за меня заступился, как бравый мужчина. И... Он начал нас, собственно... Пырно у нас с обоих. Вот такая вот... Но в стороне каждого второго ножа ничего не значит. Так, для начала нужно провести экспертизу. Посмотреть, чья кровь на ножи и все такое. А пока что пойдемте за мной. Все или нет? Я не знаю. Давайте посмотрим, что он там делает. Дэн... Начальник, нож-то у каждого второго на районе есть еще. Какая разница, что вы там нашли? Че за бред? Что? Я говорю, нож у каждого второго на районе присутствует. Какая разница в том, что у меня нож на штуке? Не у каждого второго на нем есть кровь медика. Да нету там крови, че за бред? Вот мы и посмотрим. Ну, может чуть остался, а мясо резал. Медика? Не-не-не, какого он медиком? На-на-на-на-на-на. О чем не понял? Немножечко. Так как лысый сбежал, Дэн? Скоро вернусь. Лысый сбежал? Не знаю. А ты его поднял, он смс-ку. Наверное, никуда он не уйдет. Наверное, замок барахлит. Ну, лысый, я думаю, не такой опасный. Он всего лишь не платный, так ты. Ну, в принципе, да. Хотя... Ну, не, ладно. В принципе, да. Так, господа. Мне от вас нужна медицинская экспертиза его ножа. Ага. Частная медклиника Палациус все сделает, сэр. Да, у них быстрее там все. Я все видел, там кровь Стива и Гектора. Короче, проставите штампы задним числом. Этот пидор мне давно не понравился, так что я думаю, что впаяю ему минут 15 с дрогача. А справку принесете при следующей встрече, в общем. Или сделайте ее и привезите кто-нибудь один. Сейчас уже довольно-таки темно, я скорее всего уже домой поеду. Да, темновато, я смотрю. Можете на следующей встрече. Хорошо, хорошо. Ну все, спасибо. Спасибо, товарищ капитан. Спасибо за помощь в задержании особо опасного преступника. Вы действовали очень профессионально, сэр. Вы проявили отвагу, доблесть и... В общем, класс, молодцы. Здорово, пока. Спасибо, сэр. Поведу, так сказать, разъяснительную работу. Поведу, так сказать, разъяснительную работу. Продолжение следует...